Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. И это видео о том, что моему каналу Лёша играет, требуется постоянный рекламодатель. Возможно, вы заметили, что из видео пропала реклама 2GIS. Замечательный рекламодатель, мы с ним сотрудничали почти 3 года, и вот в марте сотрудничество прекратилось. Большое им спасибо, начинали мы, кажется, с 15 тысяч подписчиков, и вот заканчиваем на 80, и при миллионных просмотрах в месяц. Отличные ребята, еще раз абсолютно бесплатно скажу, пользуйтесь 2GIS, но что-то заканчивается, что-то начинается, и вот я сейчас ищу очередного рекламодателя. Зачем рекламодатель нужен мне, я думаю, понятно, а вот зачем рекламодателю размещать рекламу у меня на канале, я сейчас попробую объяснить. Начну с того, что, к сожалению, в русском сегменте YouTube отношения к видеоблогерам, особенно игровым видеоблогерам, негативные, потому что они ругаются матом, ведут себя вызывающе, и в основном их аудитория малолетние школьники. Но это не на всех каналах так, и мой канал тому подтверждение, у меня отличная, умная и взрослая аудитория. Давайте переключимся на статистику канала. Итак, вот демографические данные моего канала Леша играет за этот год. Ну, тут давайте на просмотры переключимся, более конкретно показывает аудиторию. Итак, школьники 5%, от 18 до 24 лет 34,5%. Ну, возьмем, грубо, давайте округлим, до 40%. То есть 60% люди старше 24 лет. Это те, которые уже получили образование, сами зарабатывают деньги, сами решают, куда тратить их и куда тратить свое свободное время. Кроме того, у меня 10% зрителей старше 35 и даже есть более взрослые. Подавляющее большинство мужчин, это и понятно, стратегические игры интересны прежде всего мужчинам. Теперь давайте посмотрим количество просмотров. Если демография закрытая статистика, ее могу видеть только я, то количество просмотров может увидеть каждый. Есть такой сайт Social Blade, сюда вводите название канала, и вот вам выходят графики. Как видите, я постоянно нарабатывал количество подписчиков, количество просмотров, и постепенно, постепенно, постепенно дошел до миллионов просмотров в месяц. Вот этот пик на 2 миллиона, это потому что шестая цива вышла, был приток зрителей. Ну, а так в целом, вот по миллиону, по миллиону. Вот этот провал на 2 месяца, это я в США ездил и 2 месяца был там, поэтому не получалось часто выпускать видео, поэтому чуть меньше просмотров, но тем не менее, все равно солидные цифры, по-моему. Ну и количество подписчиков тоже постоянное, я думаю, что к концу года мы до 100 тысяч доберем. Так что вот здесь вы можете увидеть динамику вот за последние дни, есть более конкретная статистика, можно посмотреть. Вот Monthly Statistics, это все открыто. Это вот минус 80, это периодически YouTube чистит ненужные аккаунты, стирает и, соответственно, убираются подписчики и на каналах. Так вот, среднее количество просмотров, количество просмотров за последние 30 дней, можете сами во всем убедиться. Просто для сравнения, вот есть замечательный сайт, посвященный играм Riot Pixels, ну, для меня это любимый игровой сайт, я тут больше всего нахожусь. У него есть целая редакция, несколько корреспондентов, они там платят за хостинг, то есть это средство массовой информации, в которой работает аж несколько человек. И вот, пожалуйста, их статистика по месяцам, то есть у них просмотров в месяц от 4 до 5 миллионов в среднем, это с целой редакцией, всего лишь в 4 раза больше, грубо говоря, чем у моего одного маленького канала, над которым работает один человек. Как вы понимаете, стоимость рекламы на этом сайте у меня просто несоизмерима. А вот демография этого сайта. Можно увидеть, что в процентном соотношении моя аудитория старше. Как видите, аудитория большая, аудитория качественная, и именно вам я ее предлагаю в качестве потребителей вашего продукта. Вы меня спросите, если так все хорошо, неужели тебе не предлагают рекламу? Да, постоянно пишут. Но, как я и начал видео с самого начала, это проблема российского игрового сегмента YouTube, потому что пишут какие-то лохотроны постоянные, предлагают рекламировать какие-то казино, какие-то форекс-биржи, ну типа форекс-биржи, когда вкладываешь деньги, выводишь их. То есть это все реклама, чтобы обмануть людей на самом деле. МММ мне предлагал рекламу сделать. Это лохотроны. Это не реклама для моей аудитории. У меня ребята, слава богу, умные, смотрят и поймут, что это какое-то разводилово. Кроме того, постоянно предлагают рекламировать игры. Не так, как я вот делал обзоры. У меня есть рекламные обзоры, но я сразу говорю рекламодателям. Вы мне платите деньги за то, что я делаю обзор, а не за то, что он будет положительный. Если вы согласны, то вперед. Тут люди предлагают заплатить мне деньги, чтобы я радостно рассказывал, какая классная игра. Вот сейчас конкретно цитата. Вау, отвал башки, надо немедленно смотреть. Это цитата, которую рекламодатель хочет, чтобы я вот именно так говорил. Об игре, причем игра даже не стратегия. Я честно людям говорю, ребята, оно не подходит даже к аудитории моего канала. У меня про другое видео. Поэтому и 2GIS был таким отличным рекламодателем, потому что и продукт хороший, и рекламировался постоянно. В каком виде будет реклама? В начале ролика будет ваш логотип с каким-то слоганом, либо адресом вашего сайта, как вы хотите. В середине ролика реклама голосом. Причем, если вы видели мои ролики с рекламой 2GIS, вы знаете, что я могу обыгрывать рекламу по тематике того видео, в которое она вставлена. Так что люди потом даже в комментариях пишут что-то наподобие, смотрел видео только ради этой рекламы. И потом в конце ролика еще раз ваш логотип графический и ссылка. И плюс в описании видеоролика тоже какая-то ссылка или слоган, который вы скажете. Самый важный вопрос, наверное, для рекламодателей, сколько это будет стоить. Тут я не могу конкретно сказать. Будет зависеть от того, что вы рекламируете и на какой срок вы хотите это рекламировать. Кроме того, в каких видео и в каком количестве. У меня много рубрик, обзор умных игр, ффа-сериалы, моменты истории, обзоры ретро-игр, мнение дилетанта. Леша рекомендует. В общем, множество. Возможно, какая-то из этих рубрик вам наиболее симпатична, именно в ней вы хотите рекламироваться. Возможно, у вас будет какое-то ограничение по количеству видео в месяц. Это мы все можем обговорить. Пишите мне на халецки-собака-гмейл.ком Почтовый адрес сейчас появляется в видео, либо в описании к видео вы его можете найти. И мы с вами договоримся о рекламе. Если у вас еще какие-то вопросы по моей аудитории будет, то я вам могу выслать более конкретные демографические данные. Если вы не решаете вопросы с рекламой, то покажите свое видео тем людям в вашей фирме, организации, которые их решают. Потому что нету почему-то серьезных предложений для видеоблогеров моего профиля. А все потому, что люди считают, что у этих видеоблогеров какая-то детская аудитория. Это совершенно не так. Я вам только что продемонстрировал. На этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры. Продолжение следует...